Всем привет! Вы на канале Вокруг Мира. Сегодня хочу показать снасть жерлица. Также ее называют бутылка-закидушка. Самая простая снасть для ловли щуки, окуня на живца. Вот я ее уже собрал. Это сама бутылка 0,5. В середине намотана леска, леску держит резинка. От нее идет основная леска. Ну, это и есть основная леска, то есть она продолжается. Дальше карабин, стопорок и на конце грузик. Грамм 50 надо. От стопорка идет тройник. То есть, покажу подробно, как ее делать. Сначала возле горлышка по кругу наматываем 3-4 леску, потом завязываем на узел. Завязали, от нее будет идти леска. Вот, думаю, видно. от горлышка будет идти продолжение лески. Это продолжение наматываем на середину бутылки. И бутылка должна быть в середине вот с таким вот... Ну, вы видите. Чтобы место было леску наматывать. То есть, не ровная, а с углублением. Наматываем леску, неважно, с той стороны или с этой. То есть, сначала намотали и завязали узел здесь, на горловине. Потом переходим сюда, наматываем. Одеваем резинку, чтобы держалась леска, которая пойдет для остального монтажа. Дальше одеваем в идеале, сейчас буду рассказывать в идеале, стопорок. Потом продеваем карабин. Потом второй стопорок. Потом в конце одеваем грузик. У меня вот такой. Грузик должен быть 30-50-80 грамм. Одели. И вот на карабин. Потом, наконец, одеваем тройник на конец карабина. Желательно с заводным кольцом. В общем, вот так это все выглядит. Но у меня один стопорок. У вас будет тут еще один. И в итоге карабин будет не вверх подниматься и не вниз опускаться, а будет в середине. Это для того, чтобы живец ходил над дном. То есть, грузик лежит на дне, делаем расстояние, и карабин с живцом ходит вокруг, над дном. Можно, если даже поднимается вверх. Это ничего страшного. Тоже хорошо. Ну, в общем, вы поняли. Ну, вот такая конструкция. В общем, бутылка, леска. Лески наматываем метров 15, так, чтобы с запасом было. Леску я использовал 0,25. Японская. С тестом до 5 килограмм. То есть, намотали на горловину леску. Продолжили наматывать в середине леску. И продолжаем монтаж. Ставим стопорок. Потом одеваем карабин. Карабин должен быть сантиметров 20, не больше. Потом второй стопорок. В итоге карабин будет ходить между ними. Вот у меня просто наверх идет. А тут будет стопорок, и он будет между ними ходить. То есть, ни вниз, ни вверх. Уходить не должен. И все. И, наконец, с лески надеваем грузик. Грамм 30, 50, 80. Это уже на ваше усмотрение. Ну, все. То есть, грузик падает на дно. Здесь мы выставляем. Главное, чтобы расстояние было до грузика, а не заходило за грузик. Тогда живец будет на дне ходить совсем. По песку. Это не то. То есть, делаем вот так. Примерно. Такое расстояние. То есть, грузик. Здесь ходит живец. На таком расстоянии у меня тут сантиметров 30, наверное, 35. Карабин. Ну, то есть, монтаж. Самый основной монтаж. Самый толковый. Стопорок. Карабин сантиметров 20. Второй стопорок. На конце карабина тройник. И на конце лески грузик. Грамм 30, 50. Можно 80. Все. Такой монтаж. И не забывайте, чтобы карабин не доходил до... За грузик не выходил. А был примерно вот так вот. Чтобы тут было расстояние. От грузика до тройника. Чтобы живец ходил по кругу, вертом. Вот. Все. Все, что хотел, показал. Спасибо за просмотр. Кому понравилось, лайк и подписка.